Друзья, перед тем, как начать видеоролик, я хочу сделать такое маленькое отступление и сказать, что в Телеграме я создал группу, где общаются мои подписчики на совершенно разные темы. Это сообщество, где вы можете найти себе друзей, где люди занимаются саморазвитием и изучением мира. Там люди общаются, обмениваются знаниями, контактами. Добро пожаловать. Ссылка в описании. Мы начинаем. Задумывался ли ты о том, что все окружающие тебя люди это NPC и ты единственный живой человек? Задумывался ли ты о том, что когда ты выходишь из своей комнаты и идешь в соседнюю, твоя комната пропадает? Так же, как и кот, который к ней гуляет, так же, как и цветок на подоконнике, который там стоит. И они обратно возвращаются в физическое существование, лишь когда ты возвращаешься в свою комнату. Как в компьютерных играх. Сегодня я вам докажу, что наш мир это матрица, что наш мир это симуляции. Так же я расскажу, кто мог создать наш мир и с какими целями. Мы начинаем. Сначала я хочу сказать, что Илон Маск, это самый богатейший человек мира, заявляет, что вероятность того, что наша вселенная подлинна и мы не находимся в двоичном коде, один к миллиарду. То есть, прямым текстом он заявляет, что мы находимся в матрице и мы находимся в неом мире. Так вот, сейчас я вам расскажу, почему он так думает и, в принципе, почему я согласен с его мнением. Начнем издалека. Примерно 40 лет назад единственная игра, которая была на компьютере, это игра в шарик. Где, знаете, поднимаются и опускаются две пластины, между ними лица и шарики, должен их отражать. Это была единственная, самая новейшая, самая крутая игра на твой персональный компьютер. Прошло 40 лет, прогресс не стоял на месте, конечно же. Что мы видим сейчас? Сейчас ты можешь поиграть в новейшие игры с нереальной графикой 4К в 60 фпс, в 120 фпс. И просто, ну, мир очень детализирован в этих играх. В этих играх гигантская площадь объема, куда ты можешь бегать, какие выполнить миссии. И просто, ну, вы видите разницу, как за всего лишь 40 лет, всего лишь 40 лет программирования поднялось. И от этой обычной тупой игры, где ты должен пластиной отразить мяч, мы пришли к супер играм с супер графикой, с супер фпсом, с супер прорисовкой и детализированностью. Так, заходя дальше, что же будет еще через 40 лет? Что будет через 100 лет? А это всего лишь 100 лет. Вы понимаете, насколько мизерное это количество времени? 100 лет, да даже 1000 лет, друзья. Что будет через 1000 лет с компьютерными играми, с программированием? Вы понимаете, что во вселенном времени 1000 лет это просто ничто. Это просто ничто. Это меньше, чем секунда для вас. А через 1000 лет люди могут прийти к такому уровню создания игр и просто программирования, что мы сможем создавать себе подобных через программный код. Сейчас я расскажу вам свои две мысли по поводу того, как возможно то, что мы находимся в матрице. Обе эти версии относятся к теории фракталов. В первой теории, как я и говорил, с помощью программирования, где банальный пример из Sims. Ты играешь в игру Sims. И когда ты доходишь до очень высокого уровня, твой Sims в игре создает нового Sims. В этом же и смысл. То есть вполне возможно такое, что один программист захочет создать свой микромир внутри компьютера и запихнуть нас туда. Для чего он это сделает? Он это сделает для обычных простых целей. Первое. Для того, чтобы ему боготворялись. То есть мы поклоняемся Богу, но по сути этот Бог это и есть этот программист. Это власть. И благодаря точкам опоры, таким как наша власть, телевидение. И также благодаря другим рычагам давления на общество, он может прогнозировать, как его общество будет вести себя в будущем. Тем самым решать, что ему лучше делать. И второй вариант происхождения нашей матричной системы создается прямо сейчас. Сейчас в мире ученые начинают задаваться вопросом о том, действительно ли был большой взрыв и действительно ли большой взрыв породил существование человечества. Потому что в принципе теория большого взрыва, она достаточно спорная и ученые делятся на два типа. Те, которые согласны и те, которые не согласны с этой теорией. И к чему пришли эти ученые? Для того, чтобы проверить это, они решили сделать симуляцию. Пока что эта симуляция еще не создана, но в ближайшее время они создадут симуляцию, в которой создадут этот большой взрыв и проверят, возможно ли после этого большого взрыва породить жизнь. Так скажите, а кто тогда может доказать, что наш мир не является симуляцией? Понимаете, в таком случае появляется матрешка внутри матрешки. Это фракталы. Какие-то ученые сверху нас в другом мире подумали. Возможно, они пришли к этому из другой мысли, но допустим, они решили создать маленький мир. Они создали нас. Мы развились до определенного уровня, мы создаем другой мир. Этот другой мир опять развился до определенного уровня, чтобы создать следующий. И решение ученых сейчас в нашем мире, это происходит в нашем мире, решение ученых создать новый мир внутри нашего мира, то есть проверить эту теорию, это просто на 99% доказывает то, что наш мир не является подлинным. Потому что если мы сейчас пришли к такому решению создать микромир внутри нашего мира, понимаете, что в промежутке, опять-таки, времени на уровне галактик, насколько вероятно, что другие существа, другие люди пришли к тому же мнению? Очень вероятно. И как раз таки все исследования упираются в это, в опыт. В опыт проверить. А как они могут это проверить? Создать себе подобных в микромире. То есть, с вероятностью 99%, как и заявляет Илон Маск, мы являемся просто чьим-то миром внутри их мира, который опять-таки находится в мире другого поколения. И еще раз, и еще раз, и еще раз, это такой режим фракталов, режим матрешки. Вы понимаете, что в таком случае вариант того, что наша вселенная является подлинной вселенной, она просто, ну, этот шанс мизерный. Он просто близится к нулю, потому что в промежутке временных лет, в которых мы сейчас говорим, а именно это промежуток межпланетарных лет, то просто, ну, это реально близится к нулю. Шанс близится к нулю того, что наша вселенная является подлинной. Скорее всего, мы созданы кем-то. Так, друзья, это видео я записываю чуть позже того, что записал ранее, так как мне пришла в голову мысль. Пришло то, что я хочу вам рассказать. И забыл рассказать в этом ролике. Хочу вам рассказать про фильм «Тринадцатый этаж», который я вам настоятельно советую посмотреть. Что говорилось про этом фильме? В этом фильме шла речь про население Земли, которое развивалось, и несколько ученых создавали такой мета-мир, который они запихнули в реальных людей, и они могли погружаться в этот мир и жить в нем. Этот мир был из прошлого, типа, это было, там, пятьсот лет назад, условно, то есть. И они могли погрузиться в то прошлое, почувствовать себя, там, на два-три часа, после чего они выходили. И они так иногда заходили, проверяли вообще, как себя люди чувствуют, записывали их результаты, как эти существа функционируют, и в один день произошел сбой. И один из виртуальных игроков их игры вдруг понял, что он находится в этом мире. И он раскусил то, что он в нем находится, и после чего он просто, ну, он перестал себя вести, как адекватный человек. Он взломал, во-первых, этот мир, он вышел за его реалью, он попал в настоящий мир, в котором он и был создан, да. И после этого этот, как раз-таки, игрок этого мира встретился с этими учеными, и выяснилось то, что мир даже ученых является неподлинным. Оказывается, что даже мир ученых был создан кем-то выше, то есть существами выше. И это, опять-таки, полностью отражает то, о чем я вам сегодня говорил. Настоятельно советую посмотреть этот фильм, называется фильм «Тринадцатый этаж». Если вы его посмотрите, вы полностью поймете то, о чем я сегодня вам говорил, для чего это может быть применимо, для чего ученые этим занимаются. Первое – это для изучения теории Большого Взрыва, и второе – это для прогнозирования движения человечества в будущем, чтобы знать, на что мы способны, что мы можем делать, как мы реагируем на парадоксы по типу геноцида, по типу Гитлера, по типу коронавируса. На этом все. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете про это видео. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, заходите в Телеграм-группу. Всем хорошего дня.